здравствуйте друзья у нас сегодня встреча на канале у нас гостях александр лобок мы встречались не помню уже год назад мы там про деток разговаривали и как с ними работать а сегодня у нас тема ну другая раз уж мы не можем же мы все про деток да про деток вот я знаю что вы работаете с крайними ситуациями и то есть с одной стороны хотелось бы вообще на эту тему с другой стороны у нас на канале много людей которые во первых планирует там скажем иммигрировать и было бы неплохо понимать вы скажем крайней ситуации связанные с иммиграции второе у нас есть люди которые уже ждут и они сталкиваются с чем-то и если есть какие-то но полезные что ли советы рекомендации методически боже упаси нет рекомендации методических здесь него не может быть но но я писал когда-то методически когда-то я вспомнил вот но все-таки но как людям быть если они попали куда-то и давайте может быть сопределение что такое крайняя ситуация это что происходит крайняя когда ситуация когда нас выводит на край можно никуда не перемещаться оказаться на краю так это есть в общем человек же по своей природе такое существо что с одной стороны он жаждет покоя а с другой стороны ему жаждет и он жаждет пограниченности какой-то выхода в другое состояние то же самое человек ну конечно абсолютно тот же самый человек потому что самая гнусная вещь правда человек иногда этого не подозревает он же все мечтает об благоустроенности об уюте чтобы все было разложено по полочкам с другой стороны какой-то момент такая зверская тоскана падает и даже не от того что политическая система дурная и даже не от того что идиотов кругом слишком много по секрету идиотов всегда кругом много куда бы ни уехали идиоты внутри нас я прошу прощения вот это почти почти что слоган трамп внутри нас не к ночи будет помятан но так случается то есть внутри нас что-то такое есть так вот иногда просто есть такое острое желание выпрыгнуть за границы вот этого устоявшегося порядка потому что на этих границах но я не чувствую себя собой но это как бы все-таки индивидуальная штука или он как будет массовый психоз когда всем хочется выбрать смотрите это даже в значительной степени эта штука например возрастная например любой подросток это человек который жаждет выйти на я то сразу когда вы про возраст я подумал что про мужиков которые в переходном и мужик в переходном тоже особенно мужик который не отработал себе всякие подростковые штуки а что такое подростковые штуки которые нужно в себе отработать какие но это вот как раз вот этот кайф риска кайф эксперимента но который нас не убивает мы же понимаем что иногда кайф риска эксперимента выйти на край сломать стереотипы и шаблоны оборачивается страшными историями мы подсаживаемся там на наркотики там на алкоголь еще на что-то и вообще там крышу сносит но вот это ощущение того что что-то не в порядке когда все в порядке это такое фундаментальное ощущение с одной стороны отчаянно нужен порядок а с другой стороны я в нем закисаю я умираю я исчезаю меня нет когда я оказываюсь в крайней ситуации у меня есть возможность прощупать себя что-то проведено временное состояние ну в общем да естественно разумеется разумеется хотя правда заключается в том что чем креативнее человек тем в большей степени он создает внутри себя вот эти крайние какие-то ситуации я еще подумал за вас слушать меня ассоциация так и возникло вот это вот людей посмотреть и себя показать да но да но креативный человек уже как каждый роман который пишет писатель это какой-то мере вывод себя на крайнюю ситуацию проживая когда толстой проживает себя как анну каренину и говорит анна каренина это я это же о многом говорить я это буквально это дословно анна каренина это я и собственно говоря когда я проживаю себя наташей ростовы ростовы андреем балконским анной каренина еще кем-то я бросаюсь под поезд я проживаю эту ситуацию это же не просто от того что человеку книжку захотелось написать это некое пространство разных жизней это разные люди которые внутри человека толпятся и это за замете не шизофрения шизофрения это когда у меня сознание натурально раскалывается я им не управляю писатель управляет всеми этими героями внутри себя но в этом плане писательский или художнический дар это то что позволяет сделать жажду края управляемой когда я могу не просто там немножечко с чем-то там по и когда я могу не не точнее наоборот не не впасть вот в это в крайнее состояние в котором жизнь моя просто переворачивается наизнанку а когда я могу в это сыграть но это не не предмет то скажем изучение психиатрии это психология разумеется ну конечно я не психиатр я не работаю с психиатрическими ситуациями слава богу но я говорю о том что в человеке такая потребность есть и и очень часто вот эта потребность в рискованных мероприятиях у тех же самых подростков ну в общем то стандартная структура там школы жизни семьи никак это не удовлетворяет сейчас опять возникла ассоциация я вас слушаю вот этот клип известной группы ленинград да в питере пить когда вот люди живут живут и вдруг они срываются и и вот и понеслось ну конечно же конечно когда душа чего-то просит чего-то я хочу и на самом то деле это то что психологи называют экзистенциальной тоской тоска выходит на предельные уровни существования я эта тоска связана не с тем что конкретно мне что-то достало я пытаюсь найти иные границы своего существования а поскольку у меня нормальных инструментов нет я нахожу это с помощью ненормальных инструментов алкоголь какие-то там приключения там сумасшедшие или когда я допустим бросаюсь в в поисках авантюрных поисках приключений открываю в результате америку а вот допустим вот он поехал там я не знаю поехал на донбасс там воевать в общем то это та же самая в конечном счете это будет ну разумеется не только когда я был вот мойщиком машин а их еду туда и я набираюсь вот этой энергетики другого существования фактически это вживую осуществляемый жанр литературы у меня был студент много-много лет назад значит ехал где-то он с урала что ли был он где-то ехал по поезде там или чуть ли не в электричке и было это вот тот когда война в абхазии была и кто-то с ним там поговорил и он понял что он должен ехать в абхазию воевать он сел поехал в абхазию воевать вот там сколько-то провоевал значит разочаровался в идеалах этой войны и приехал в америку как как не знаю вот и вот у нас тут учился я я думаю боже это же что такое должно в голове человека произойти чтобы сорваться этот воевать поехать а по большому счету ничего особенного не не произошло просто он чувствует какую-то тоску внутренне не утоленную и пытается ее реализовать другое дело что он как какому-то проекту может быть просто себя прикрепил жестко и становится его заложником идеологическим заложником я например абсолютно уверен что огромное количество людей которые кстати не дураков которые приняли участие вот в той большевистской авантюре 17 года это люди которые собственно говоря пытались осуществить вот этот эксистенциальный прорыв за пространство какой-то это что называется бывший чеховский герой который от скуки помирает и он бросается в эту революцию начинает ставить эксперимент над стороной вы скажете ну как можно вот из этой а вот так бывает на из этой эксистенциальной тоски совершенно жуткие эксперименты делаем над собой над людьми над женщинами над мужчинами и так далее и так далее и так далее здесь очень важно чтобы не эксперимент начал властвовать над нами а вы бы им управлять я вспомнил знаете что где-то вот там на рубеже перестройки вот этих всех времен значит илья глазунов художник он очень негативно высказывался тот момент о шагале марки шагале и вот так он говорит что вот он сначала там комиссаром был с револьвером ходил а потом париж уехал вот наверно тоже ему каких-то экспериментов культурных хотел это не просто эксперименты это вот какая-то попытка это мучительно прорыва к чему-то найти там что какой-то сущности прорыву в этом плане к сожалению конечно такие люди как глазунов они таких фундаментальных прорывов вообще не осуществляют так там все гораздо более выстроено но я сейчас не про это когда человек едет куда-то в ту же самую америку или еще когда одно дело когда я просто делаю вот смотрите или я еду сюда а можно я вас спрошу такой дурацкий на самом деле вопрос да 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 а зачем сюда приехали то я расскажу так у меня подспудно было понимание что откуда-то сваливать почему я скажу почему на что это было как раз вот такое время мы уехали в декабре 90-го и я я уже вовлекся в какие-то там кооперацию вот в эту и да еще не убивали не не там с утюгами находили но поскольку не было заказательной базы никакой все время было ощущение что сейчас тебя заберут и все причем не то чтобы закон какой-то для этого нужен то есть понятно было что нет и второе вот было ощущение того вот когда качп пришел только он провалился а вот было ощущение что вот сейчас вот такое что-то будет и уже не простят тех кто вот там пошел потому что я совершенно не ничего такого я был совершенно мелкий там предприниматель там на образовательном поприще но сам факт как будут выходы из системы и когда вот качп случился стал вот же она мы же вот вот мы же вот этого боялись но в основном двигателем была жена у жены было вот это экзистенциональное неприятие мира в котором она живет с детства с детства вот-вот семи лет она из киева и как бы я в данном случае был движим ей то есть у нее был очень сильный такой мотив а я думаю ну в общем то поэтому не только там вот у меня было вот это было очень много дел я был очень занят и такое было время если вы помните сказал что сейчас сейчас что-то такое произойдет кроме того что может быть спасали было ощущение что что-то такое вот вот сейчас лучше станет вот куда-то мы прорвемся там я не знаю но вакула задача эти вопросы стоит следующим или мы просто сбегаем от какого-то мира который нас достал Или мы пытаемся что-то где-то сделать в каких-то иных условиях. Самореализоваться. В том числе самими собой. И, может быть, в первую очередь самими собой. Найти условия, в которых мы бы нашли совершенно иные точки роста. И вот это самая главная штуковина. Или мы в ежедневенческой позиции. И смотрите, комплекс советского человека, вообще трагедия советского человека, по большому счету, заключалась в том, что в него в подкорку вбивали вот эту ситуацию в ежедневенчество. Пафос в ежедневенчество. Позицию в ежедневенчества. Что это означает? Это означает, что нам казалось, что мы свободны, мы крутые и так далее, и так далее. Но на самом деле, вот кто-то приезжает и говорит, ребята, я такой умный. Вы должны мне сделать. Вы должны обеспечить вот эту ситуацию моего ума. Или, черт побери, я начинаю карабкаться и где-то делать свое пространство. В СССР? Нет, здесь. Когда человек из СССР сбегает и начинает что-то делать. И здесь очень важно в какой степени это новое пространство становится пространством сущностной самореализации. Когда человек начинает здесь строить пространство самого себя. Я как-то на эту тему видео делал. И я там так сказал, что, из пережитого, да, что есть два идеала Америки у людей, которые приезжают из СССР и не только из СССР. Первый идеал – это такая халява unlimited. То есть, тут бесплатно, там бесплатно, здесь бесплатно. Вот они сидят на Белфере, где-то подрабатывают. И их задача – оптимизировать свою жизнь по принципу максимальная отдача при нулевом вложении. То есть, что можно получить по максимуму, отдавая ноль. Другая концепция – человек говорит, господи, не мешал бы никто, дали бы возможность крылья развернуть. Это другая концепция. Ну, конечно. И каждый себя в этом качестве находит. Вот чего искал, оно есть. И вот очень часто мы переезжаем в другой мир, мы оставляем там все свои вещи, которые нас держат, но мы с собой обязательно забираем всех своих тараканов. Конечно. И тараканы дружной толпой с нами приезжают в новое место, и мы продолжаем жить по тем же психологическим схемам, по которым мы жили тогда. Только тогда, когда мы жили там, у нас было такое ощущение. У нас были конкретные враги. Нам мешает политбюро, нам мешает вот этот конкретный бюрократ из ЖЭКа, нам мешает вот эта бредятина, которая вокруг нас делает. А теперь мексиканцы мешают. Ну, разумеется. Нелегальные мексики. Ну, разумеется. Но мы-то остались абсолютно теми же самыми. Я бы сказал так, поскольку я уже 26 лет тут. Вот как раз через неделю будет. Ага. Вытекает потихоньку. То есть нельзя сказать, что в один день это произойдет. А некоторые даже говорят, что они всегда были вот такими, как вот американцы. Просто они жили не в том месте. Но потихонечку уходят. И вот у меня тоже был такой, знаете, в то время был штамп такой. Все время цитировали Чехова в письмо к брату Михаилу, когда он ему говорит, что надо каждый день из себя выдавливать раба. И я когда вот попал сюда и так первое время посмотрел, и я хочу сказать, что как-то этот раб сам уходит. Не надо его выдавливать, потому что никто не вдавливает. То есть внешнего вдавливания нет, поэтому он сам потихонечку в общем-то уходит. И люди, которые еще лет по 20-30 и так далее, они очень сильно отличаются от тех, которые там вчера приехали. Это происходит само собой. И они уходят из этого подросткового состояния, когда я просто делаю бунт, я взрываю систему там родительских отношений. Вопрос ведь не просто в том, чтобы сбежать из дома. Вопрос не просто в том, чтобы сказать, о, я вот крутой, я там вот такой весь, я так могу там бить, я могу там курить, я могу еще что-то, я могу материться налево и направо и так. А что я при этом делаю? А что я создаю? А могу ли я из себя вытащить вот это какое-то свое, то содержание свое, которое делает меня по-настоящему уникальным, которое по-настоящему может быть значимо для других. Если оно во мне вот по-настоящему, и если мне удается сделать это, если мне в новых условиях удается по-настоящему вступить в диалог с собой, в этом случае я на самом деле понимаю, что неважно я в этих словах, в этих или в этих, в этих, для меня появление о новых условиях это шанс раскрытия своего внутреннего глубинного ресурса, о котором я часто заранее не подозреваю. Я там периодически слушаю там одного Равина из Нью-Йорка, на Ютубе я так. Времени нет никуда ходить, но вот я его слушаю. И он здоров там рассуждать о, ну вот о миссии, вот что ты родился не просто так, что значит для чего ты родился, значит тебя нагрузили с какой-то задачей, и смысл жизни в том, чтобы ее понять и реализоваться вот в этой задаче. У него такой образ, он говорит, вот как симфония для тебя написана, а ноты разбросаны, ты хочешь всю жизнь собираешь эти ноты. Или ты отыграл эту симфонию в своей жизни или нет. Это вот то, как тебя судить будут потом. И это немножко напоминает, то есть вот человек, который знает, что симфония есть. Она должна быть, я уверен, что она есть. Она не собрана, она разобрана на сумму каких-то звуков, но я могу это нащупать, это должно собраться. И поэтому я, что бы я ни делал, я работаю про это, а не про то, чтобы найти новую щель с лучшим кормом, в которой я мог бы жить, проявляя прежней жизнью. Но очень много людей, поскольку у меня переписка там большая, комментарии под видео и так далее, очень много пишут. И там люди говорят, почему они хотят уехать. Вот они играют в лотерею Green Card, и они говорят, я не могу тут оставаться, меня достала коррупция, меня достало хамство на улицах, меня достало, что там мочится в подъездах, школы, система образования рушится, нравственность вообще в никуда, какие-то там… Ну, в общем, и ты чувствуешь, что человек, у него надрыв, довольно массовый, кстати, и у него этот надрыв, он просто там оставаться физически, и не может ему все мерзко. При том, что рядом с ним может быть человек, который говорит, он вообще этого не видит и не слышит, а ему хорошо. Вот у него девушка хорошо, он тут подработал ему хорошо, он там, я не знаю, кому-то и Крым наш, я не знаю, лучше стало. Разные люди, но вот они рядом живут, вот как, знаешь, как он удочку бросил, так, дернул там карась, потом дернул щука, а вроде с одного квадратного метра совершенно разная рыба идет. И вот так вот жизнь такая, туда забрасываешь, и выходят совершенно разные люди. Но очень много людей устали от жизни, в которой не видят, куда они движутся вообще. И безысходность от низких заработков, или от того, что, скажем, ты не можешь двигаться по службе, если ты не приблотненный. А есть масса приблотненных, которым давно обещано, вот скажем, в «Газпроме» каком-нибудь. И вот там родственники заслуженных людей, уважаемых, ну, ты же не из этой когорты, они проходят дальше, а ты нет. Вот из писем. Поэтому, к вопросу о том, почему люди приезжают. Значит, но, может быть, для них с эмиграцией есть решение, если он приехал куда-то, и никакой когорты там перед ним нет, а он сам по себе. И все, что ты сделал, все твое. В смысле, чего мог достичь, то и мог. Может быть, у него и снимется это сразу, или как? Ну, я не знаю, снимется ничего? Что значит сразу все и снимется? Снимутся все проблемы? Переживания по этому поводу. Ребят, вообще, чем более интенсивно человек развивается, тем более интенсивно он порождает новые проблемы. Это хорошая идея, да. То есть, проблему не порождает только человек, который вообще вот стоит на месте. Он все время в круге тех проблем, которые у него были вчера. Поэтому для меня развивающийся человек отличается от неразвивающегося только одним. У него все время вот это количество проблем становится более большим, а не более яркие, более сложные, более головоломные. И это является трендом его жизни. А вот, например, вот вы живете в России, вы видите много людей. Я понимаю, что у вас может быть больше там университетская какая-то? Нет. Нет? Я независимо живой. Я в университетах практически. Ну, хорошо. Вот люди, которых вы видите. Значит, вот судя по письмам, которые я читаю, они говорят, что в целом вокруг больше злобы, ожесточенности, что-то такое, в основном, наверное, из-за материальных условий или там еще за чего. Я не знаю, из-за чего, но это что получается? Это много народу, они куда-то в пограничное это приходят в состояние? Смотрите, во-первых, я бы не сказал, что это из-за материальных условий. Хорошо. Не из-за материальных. Вообще, вот есть такая зараза, с которой очень серьезно связана советский человек, а мы все-таки советскими людьми остаемся до мозга костей. Это, конечно, зараза зависти. К кому? А не важно, к кому. К тому, кто успешен более. Угу. Потому что всегда есть ситуация, когда кто-то успешен более. Не важно. Успешен в том, в другом. Всегда есть кому завидовать. То есть, как бы не хватает статуса или что? Ну да. Или статуса, или денег. То есть, как бы зависть, она всегда относительна. Она не абсолютна. То есть, вопрос не в том, сколько я зарабатываю. Я могу жить в Индии каким-то там, ночевать на улице, я буду абсолютным нищим, я никому не завидую. Я счастлив. Можно быть в абсолютной бедности и при этом быть счастливым. Конечно. Но можно за ним подниматься на новые и новые ступеньки, и при этом, чем больше я поднимаюсь, я еще больше завидую. Я со страшной силой завидую к тому. Я все время нахожусь в сравнительном залоге. Я сравниваю себя с кем-то, кто более успешен, у кого больше благ, кто больше зарабатывает, у кого круче машина, круче дом и так далее. Вот мы работаем все в цеху, у нас там 200 человек в этом цеху. Ему вроде как, абсолютно как отштамповывают. Я не с собой сравниваю, я себя сравниваю с моим бывшим корешем Петей, который пошел по линейке «Единой России», и вот он уже чего себе получил. И вот и на эти два процента. Естественно, я в этот момент понимаю, до какой степени вот ему подфартило, а мне не подфартило. Или, например, я завидую портному, которому подфартило, а мне не подфартило. А почему это в целом в обществе вдруг усилилось? Почему обострение? А усилилось, потому что подпиткой зависти, конечно, является некоторая идеология. Средство массовой информации что-то такое? Даже не только средство массовой информации, не только в них дело. Но вот этот режим, посравнивая, ну и они, конечно, но это еще, что называется, вот внутреннее, что называется, ощущение, что что-то идет не так. Это не средство массовой информации. Я чувствую, я вижу, что что-то, вот кто-то где-то как-то реализуется эдаким образом или эдикой. Так вот, я что важное хочу сказать. У человека не будет возникать вот такого постоянного… У человека, который самореализуется, который находится в режиме вытаскивания из себя, не будет постоянного вот этого вопроса, кто круче, а кто менее крут. Абсолютно. Он не будет себя ни с кем сравнивать. Светаева не будет себя сравнивать с Ахматовой, кто круче поэт. Хотя, бывает на этом уровне тоже. И тем не менее, вот здесь очень важно несравнительный вопрос в другом. Мне дай Бог с собой разобраться. Мне дай Бог разобраться с тем, что я могу. А когда я гигантское количество сил забабахиваю на то, чтобы себя с кем-то сравнивать, так вот, сама жизнь построена таким образом, что она подчеркивает вот эту… Ставит человека в постоянный сравнительный залог. То есть, и алкоголизм, пьянство с этого? Да нет, оно тоже связывается с постоянной завистью. Завистью, связанной с тем, что кому-то… Почему структуры зависти настолько… Не соревнования, а именно зависти. Почему они у нас так прочны? Черт его знает. Вот это для меня действительно очень серьезный вопрос. Потому что, например, даже когда я возвращаюсь… Когда я пытаюсь понять корневые основания того, что происходило в 30-е годы, я пишу, что это тоже все было построено на зависти. Вот есть крутой замес зависти. Зависть в том, что мы живем в этой коммунальной квартире, и вот у этого комната на полтора метра больше, чем у меня, его надо ухайдакать. Почему ему, гаду, повезло больше, чем мне? Вот этот постоянный режим, в котором я… Вот этот режим зависти, сравнительной зависти, он с 17-го года, в общем-то, вбивался. Хорошо. Зависть к тем, кто более успешен. А вот религия, например, да? То есть, понятно, что есть разные конфессии, разные направления, разная степень, так как бы, влияния. Но все-таки религия, казалось бы, должна снимать это. Вот если мы, как бы, вот с ним, да? И нам совершенно… Если у нас есть он, да? Нам уже не важно, там, царь, не царь, там, барон, не барон, там, начальник, не начальник, мы же перед ним в ответе. Значит, то есть, верующие люди… Ну, если вы, если вы находитесь в таком залоге перед ним в ответе, они, опять же, входите туда в состояние вот этого, кому больше потратило. Если вы и чувствуете свою абсолютную избранность, например, православный фундаментализм, да и любой церковный фундаментализм настаивает на одной простой вещи. Так, какой? На том, что он обладает истиной. Вот, да. Черт побери, у меня есть истина. Остальные не спасут. Ну, конечно же. Ну, разумеется. Но при этом, почему-то, вот, я-то истиной обладаю. Да. И я, с точки зрения этой истины, я же ее чувствую, я ее вижу, а этим гадам повезло больше, чем мне. А что повезло? То есть, повезло с разными… Ну, например, там, повезло, опять же, с нефтью, повезло там с… Да бог знает с чем. Всегда можно найти, с чем повезло. Придумать с чем повезло, увидеть это везение другого, нас клебом не корми, мы это нащупаем. Так вот, меня страшно волнует вот этот вопрос. Каким образом на протяжении вот этого 100-летнего уже существования Советского Союза в наших головах, как на протяжении этого 100-летнего существования мы все время падали вот в этот сравнительный режим, завистливый режим. Ведь, собственно говоря, пафос 17-го года в головах огромного количества заключался в очень простой вещи – забрать и перераспределить. Ну, забрать богатство и перераспределить. Собственно говоря, восстановить принцип справедливости. Но беда принципа справедливости заключается в том, что чем… Это такая змея, которая сама себя кусает. Мы боремся за справедливость, мы уничтожаем справедливость, мы уничтожаем несправедливость, и все больше и больше за счет этой борьбы за несправедливость мы на самом деле объем несправедливости увеличиваем. Ну, сначала буржуазные… Ну, разумеется. Ну, конечно же, конечно. Так вот, когда мы смотрим, что творилось в 30-е годы, вот у этих борцов за справедливость внутри партии или вне партии, господи, что творилось в писательских организациях? Тогда же. Ну, конечно же. Что творилось с людьми, которые… Они вот на это крючок попали. Что сегодня, когда… А в науке что творилось? Ну, естественно. Или псевдонауке, или паранауке, как ее можно назвать. А сегодня что творится? Это же та же самая история, когда я пытаюсь биться за справедливость. А эта справедливость возвращается мне тем, что я за счет этого должен кого-то затоптать ногами. У нас на канале сейчас дискуссия такая идет. Она вялотекущая такая дискуссия. Вот, что будет с Трампом уже. Не если, а уже с тем, что он будет президентом. Вот, что будет там с иммиграцией. И там сразу, что будет с рабочими визами, что будет там… Ну, у нас многие в грин-карт-лотерею играют. С другой из грин-карт-лотереи. И один там человек… И они как бы все так или иначе участвуют. И один человек говорит, вот я надеюсь, что Трамп, всех, что там политическое бежище получал со своим броньем, что он всех депортирует. И вот это такая мечта. Ну да. То есть это мсение, это отомстить, это вернуть, что называется… Ну да, вот зависть, она одновременно связана с чувством мести. И… …с другой стороны. С другой стороны, вот, может быть, я попробую зайти. Ага… И… 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 И, или иначе… И… 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 Продолжение следует...